Старинная Троица Тихвинская церковь в Дмитрове отметила престольный праздник. На богослужение, которое возглавил настоятель храма протеерей Максим Брусов, собрались взрослые дети, причем юные прихожане подготовили для старшего поколения к празднику подарок. Троицкая церковь в Дмитрове была возведена в конце XVIII века. Изначально, помимо основного предела живоначальной Троицы, имела два других – Никольский и Тихвинский. Последний из них напоминал о существовавшем когда-то в этой местности монастыре с одноименным названием. Впоследствии и за храмом закрепилось имя Тихвинского. В советское время он был закрыт и лишь в 1996 году возвращен в церкви. Освящение и первая божественная литургия в восстановленном Троицком храме состоялись в 2009. С тех пор в день рождения церкви храм собирает прихожан на престольный праздник. По окончании литургии состоялся торжественный крестный ход, после чего настоятель поздравил всех с праздником. Я желаю вам, братья и сестры, чтобы сегодня, сегодня каждый из нас в верожине церкви приобщился к той трапезе Господней, которую готовил любящий Мил Господь. Нашли в своей душе силы для любви, для подвига. И нашли радость, радость богообщения. Без личного каждого из нас желания обрести Бога, радость богообщения, без личного опыта нас никто не убедит. Но этот опыт, он приобретается, приобретается посредством жизни духовности. Как отметил батюшка, примером в этом для нас являются апостолы, которые, будучи простыми людьми, в большинстве своими обычными рыбаками, обрели этот опыт, и сердца их были исполнены радостью, которая не покидала их даже перед смертью. Этой радости в Духе Святом пожелал и отец Максим своим прихожанам, а те, чтобы несли эту радость другим людям. Так и в престольный праздник воспитанники воскресной школы пришли порадовать всех собравшихся, преподнеся им литературно-музыкальное поздравление. Пусть сияет радуга, 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 пусть она всем радует, радует, да!